Просто сегодня Господь побудил говорить о том, что сделал Христос для нас, потому что многие люди, они не понимают и не осознают, на самом деле, что такое жертвенный агнец. Многие не знают. Если я спрошу ответ, когда у вас происходит причастие, что происходит? Если происходит Пасха сейчас или она уже произошла, вы каждый раз новую Пасху совершаете или вы утверждаете то, которое есть, половина людей не смогут ответить на этот вопрос. Если я спрошу сегодня новообращенных христиан, которые за последние 5-10 лет покаялись, я называю это новообращенными христианами, то не все мне объяснят суть того, что происходило в Египте, суть того, что происходило на вечере Господа. И суть того, что происходит на вечере, когда мы собираемся и вкушаем Пасху. Так что тема очень серьезная. И Библия говорит так. Из-за того, что церковь не рассуждает и не понимает о теле, именно о теле, то немощные, больные немало умирают. Так что, друзья, тема, скажите, очень серьезная. Потому что это не просто вопрос учения, доктрины какой-то. Это вопрос немощный, больные и умирают. Если ты не понимаешь сути пасхального акца. Если ты не понимаешь сути жертвы, не понимаешь, что значит тело. Молимся, Господь, открой нам во имя Иисуса Христа. Мы не хотим быть немощными, болеть и умирать раньше времени. Мы желаем иметь долголетие, здоровье и силу. Все то, что мы имеем через акца Божьего, непорочного и совершенного, которую мы должны вкусить полностью во имя Иисуса Христа. Благословляю вас, пусть Господь кое-что новое сегодня откроет. Я приступлю очень быстро. Тема моего послания такая. Что означает Пасха для верующих? И скажу вам, я не помню, когда в последний раз кто-то ко мне подходил и спрашивал, объясни мне суть Пасхи. И что осталось в Ветхом Завете, что в новом, что делать мне, что не делать. В основном спрашивают, расскажи о вере, расскажи о чудесах, расскажи какие-то секреты, лайфхаки. А именно с этого нужно и начинать. Потому что все жертвоприношения в Израиле, они крутились вокруг этого праздника Пасха. Все вокруг этого крутилось. И поражение было народу, когда они не делали это. И благословение приходило, когда они делали это. И я специально издали все это вам расскажу, но очень кратко, потому что тема очень большая. Я постараюсь даже места из писания не зачитывать, просто вам говорить такими строчками, чтобы была общая картина. Итак, сразу прошу, приготовьте, кто из вас смотрит, приготовьте хлеб и сок, потому что сразу, после того, как я закончу, мы будем с вами принимать трапезу Господнюю, как она называется, или причастие, как мы называем это, с новым пониманием. И многие люди могут быть здоровы даже после этого. И должны быть здоровы после этого. То есть все, что вне этого, считается не нормой. Значит, кто-то не понимает значение тела. Аллилуйя. Значение слова Пасха. Еврейское это Писах, а рамейское Пасха. Буквально переводится перепрыгнуть. И можно еще перевести пройти мимо или миновать. Второе значение слова Пасха это жертвенный Агнец. И когда вы читаете, совершили Пасху, это означает принесли в жертву Агца. Это был особенный Агнец, он должен был быть без порока, без недостатка, мужского пола, годовалый. Держите это, это очень важно, это все имеет отношение к Иисусу. Итак, Первая Пасха. Последняя казнь от Египта, это была смерть первенцев. И должен быть, вернее, давайте так скажем, уже пропускаем этот момент. Ангел-губитель умертвил всех первенцев. Неважно, какой был возраст. Любой в семье, кто являлся первенцем, любой мужчина, любое животное или это младенец, все в ту ночь были убиты. Ангелом-губителем. И в каждом доме написано, был труп. Единственное, в домах евреев не было умерших, потому что они исполнили повеление Господа. Это повеление заключалось вот в чем. Нужно было взять, как я сказал, акца определенного. Нужно было его вечером заколоть. Кровью его нужно было слить в какой-то сосуд. И этой кровью помазать косяки дверей. Затем занести акца в дом. И это была ночь бдения. Все израильтяне в эту ночь, они были одетыми, были с посохами, обутыми. Они были наготове, чтобы идти. То есть никто не спал в ту ночь. Все сидели и ждали. И было повеление ни в коем случае не выходить из дома, потому что кровь была оградой. Кто выйдет, Бог сказал, тот непременно умрет. И так они все по семействам были в домах своих. И нужно было запечь на огне этого акца и съесть его целиком, с ногами, сказано, и с головой, со всеми внутренностями. Вот так. Это было необычное повеление. И нельзя было сокрушать его кость ни в коем случае. Они должны только были мясо с него срывать и есть. И это нужно было успеть сделать до утра. Если они до утра не кто не успевал, нужно было тогда сжечь все останки в огне. Хорошо. И кто такое сделал, те остались живы. Все с этим понятно. Да? Дальше. Последующие Пасхи. Как они проходили? Евреи часто пренебрегали заповедями Божьими и начинали поклоняться идолам. И они, разумеется, переставали совершать Пасху. Через это на них приходило разрушение, голод, нищета. Неприятели их разбивали, и они болели. Держите. Это очень важно. Потому что еще одна была вещь, которую Господь сказал тогда, в ту ночь в Египте, что вы не просто сейчас ее совершите, эту Пасху, а вы должны будете ее каждый год совершать, из года в год, во все ваши поколения, и останетесь живы все ваши дети. Идем дальше. Пропускаем много деталей, потому что нет времени. И, хорошо, возвращаемся к последующим Пасхам. И евреи, когда отступали, было поражение. Но когда они снова начинали совершать Пасху, снова возвращалось благополучие, изобилие. То есть губитель проходил мимо Израиля. И вот маленький пример. Царь Иезекия. Второе про Липоменон, 30 глава, 1 стих. Когда он восстановил служение Господу. И вот что он сделал. И послал Иезекия по всей земле израильской, и у идеи, письма. И написал к Ефреяму Монасии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И гонцы, когда пошли, написано, одни послушали, другие смеялись. Ну, такое, знаете, несерьезно многие отнеслись. Ну, некоторые пришли, некоторые не пришли на эту Пасху. Но они совершили Пасху. И там даже интересно, кто из вас будет читать. Там написано, что даже священники были не готовы, не поосвящались. И левитам пришлось приносить жертвы. Сам Иезекий там участвовал. Короче, был бардак. Просто разрушено было служение Господу. Но несмотря на этот бардак, и даже не по уставу совершенная Пасха, все равно, вот что было написано. Второе про Липоменон, 30 глава, 20 стих. «И услышал Господь Езекию, и простил народ». Написано в Синодальном, но я посмотрел, как это на самом деле в оригинальном тексте. «И исцелил народ». Внимание, это очень интересно. То есть народ, когда совершил Пасху, он получил... Ну, там слово «исцеление», оно, конечно, имеет большое значение. «Исцеление», «освобождение», «прощение» и «спасение» в том числе. Поэтому, ну, я заакцентировал на слове «исцеление», потому что, когда просто простил, это простил. И вы должны знать это слово, что и «исцелил» также. Так что Израиль, который болел в то время за того, что они не совершали Пасху. Они болели, когда совершили Пасху, даже не по уставу, даже не в тот месяц делали. То есть там были сплошные нарушения. Но из-за того, что вообще они хотя бы приложили руку к тому, чтобы хоть как-то это сделать, Господь услышал Езекию, и народ после этого был исцелен. Был благословен. Пошли благословения тогда, если дальше читать, на народ. Очень интересные, да, события. Хорошо. Дальше пропускаем большой пласт истории, как совершилась Пасха в Иерусалиме. Правильно, Пасха, а не Пасха. Потому что Пасхи – это просто, знаете, я хочу мягкое слово подобрать, чтобы не оскорбить тех, кто это делает. Это даже, мне кажется, как насмешка над Пасхой. Хорошо. И как совершалась Пасха в Иерусалиме, когда-то был храм уже. Перед началом празднования все евреи приезжали отовсюду в Иерусалим. И там они планировали быть одну неделю, совершать Пасху. Сначала была Пасха, а потом была неделя пресноков. То есть они праздновали, и это было все повеление Господа. Семь дней они после этого просто кушали пресные хлеба, лепешки. Так вот, евреи собирались с группами по 10-15 человек, потому что не все могли одного акста съесть. Были маленькие семьи, поэтому они собирались с большими группами, так было легче. Они или приводили с собой, но чаще покупали с собой акт прямо там в храме. Вы помните историю, когда Иисус в храме разогнал продающих, потому что они сделали там большой бизнес. И они покупали там акца и посылали или главу семейства, или кого-то уполномоченного, если это 2-3 семьи, кто бы принес этого акца в жертву, пасхального акца. Как это происходило, действие все. Они приводили в храм это животное, и сам тот, кто принес, должен был принести его в жертву, то есть заколоть. И разрезалась, извините за такие подробности, шея, и нужно было спустить кровь в сосуд. И эту кровь потом брали священники и выливали к подножию жертвенника, а акца забирали домой. И там потом это семейство, главное, чтобы это было на территории Иерусалима. Это считалось как дом господен, место господня. Это прообраз был того, чтобы не выходить за дом, не выносить за пределы дома. Они оставались в Иерусалиме, и каждый в доме запекали акца и ели его с горькими травами и опресноками. Вот так выглядела Пасха. Есть какие-то моменты по поводу дат, я сейчас буду опускать. Какой день, когда это происходило. Но это имеет отношение к Иисусу, когда Он был распят, когда воскрес, когда был предан. Как-то другой раз. Хорошо, и пасхальная вечеря Иисуса с учениками. Я специально все эти детали вам рассказал, потому что то, что произошло с Иисусом, это была именно совершена Пасха от всей земли, от всех жителей земли. Пасха Господу. Но сначала Иисус ее совершил с Своими учениками. Вы помните, была вечеря. Он сел на этой вечере с ними и сказал, как я хотел есть эту Пасху прежде того, как она совершится в Царстве Божьем. И прежде моего страдания. И Он сказал им, вот, это мое тело, и это моя кровь, когда Он сказал на чашу, на хлеб, говорит, это мое тело, есть все, есть все. Это было в пятницу. Запомните. Пятница началась в четверг после заката. У них по-другому летоисчисления и дни. Поэтому назовем так. Четверг поздно вечером, это пятница. Держите, это очень важно. Также в пятницу ночью Иисуса взяли. В пятницу Иисуса приговорили. Это было рано утром. И в пятницу Иисуса распяли. Это была пятница. Есть две даты, когда Его распяли. В 9 и в 12 дня. Или в 9 утра, или в 12 дня. Есть разночтение в Евангелиях. До сих пор споры теологи, никто не знает. Ну или в 9 утра, или в 12 дня Иисус был распят. И в этот же день, потому что пришли преосвященники и говорили, следующий день суббота великая. То есть следующий день попадал на Великую субботу. И они говорят, нельзя, чтобы они висели на кресте, перебейте им кости. Ноги и снимите их с креста. И поэтому решили в пятницу снять тех, кто был распят. И помните, пришли воины, но как увидели, что Иисус уже умер, не перебили ему костей. Исполнилось слово, ни одна кость его не сокрушится. Его только сняли, протнули копьем бок, увидели, что потекла вода, что он действительно умер. И в пятницу его же погребли в пещере, в гробнице. И так все произошло в пятницу. Очень интересно. В один день и вечеря, и предательство, и суд, и распятие, и погребение. Все произошло в один день, и это свершилось слово. Как раз в тот день, когда приносились, в пятницу это приносились в Израиле, эти все жертвы, всех людей, которые отсюда пришли. В этот же день Иисус успел и с учениками совершил Пасху, и сам стал Пасхой. И это свершилась Пасха за всех людей. Это глубокие вещи, это глубокие вещи, вы должны понимать, что произошло. И вот, чтобы вы понимали масштабы, что там происходило. Вот в день Пасхи тогда приносились десятки тысяч акцев в этот один день. Это там было море крови, это было ужасное зрелище. И левиты в это время все пели, 112 по 117 Псалом. То есть там было поклонение, хвала, и приносились эти жертвы. И в этот же день Иисуса, даже не подозревая, принесли в жертву. И Он стал акцем пасхальным для всего мира. Держите это, потому что это очень важно понимать, что произошло и какие в этом есть символы. И теперь значение для нас, для мира. Читаю Иоанна 3 глава, 14 стих. То есть для нас и для всего мира. И как Моисей вознес змею в пустыню. Давайте, для тех, кто не знает и не читал, что там произошло. Когда народ стал роптать и начал говорить Богу. Зачем ты нас вывел? Да лучше бы мы умерли в Египте. Да мы здесь устали от этой еды. Устали от всего этой пустыни. Появились змеи и начали жалить людей, и те начали умирать. И тогда они возопили. Моисей, пойди попроси о нас. Мы все умираем. Моисей попросил Бога. И Бог... Они просили, чтобы он удалил змей. Но Бог не удалил змей. Бог сказал, сделай змея. Повесь его на знамени. И кто посмотрит, тот останется жив. Кто будет... Кто поверит. То, что посмотрел на змей, останется жив, те останутся живы. Змеи остались. Но каждый, кто был укушен тогда, они смотрели на змея. Это тоже все символы аллегории, что верующие грешат до сих пор. Христиане грешат. Но... Но... Как посмотрят на змея, как будут взирать на змея и верить, что Бог сказал, что они останутся живы, оставались живы. Даже на то, что змеи жалили. Нет времени объяснять все. Но имеющие уши, ускорение вам услышьте во имя Иисуса. И вот Иисус начинает рассказ этот Никодиму, что... Как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он говорил о себе, как об акции. Имейте в виду, это все говорится о приношении Иисуса, как акция. Это не какие-то разные действия. Это и есть Пасха. Но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Это Бог отдал Иисуса. Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего мир, чтобы судить, но чтобы мир был спасен через Него. Это Бог предложил нам в Пасху Иисуса Христа, непорочного акца, чтобы нас спасти. Имейте в виду, это очень важно. И верующий в Него, это важно для тех, кто еще запутался, не может найти параллель и линию между Ветхим Заветом и Новым Заветом. И как Бог смотрит глазами Ветхого Завета и уже Нового Завета. Имейте в виду, это Бог послал Иисуса, как совершенного акца, чтобы нас всех выкупить. Чтобы верующий в Него не судился, а неверующий уже осужден. Итак, тот, кто уверовал в то, что Бог сделал, что Иисус является нашим акцем, акцем нашего спасения, это расценивается как совершение Пасхи, вкушение акца Божьего. Это приравнивается к этому, что вы, уверовавшие в то, что Бог совершил на кресте, это приравнивается, что вы совершили Пасху. Вы, язычники, которые пришли из язычников, вы совершили это приношение Богу, и вы исполнили Божьи требования, из-за которого смерть не имеет больше над вами власти. Я вам скажу, что верующий, как сказано в Библии, перешел от смерти в жизнь, и это не аллегорически. Когда грешники умирают, приходит ангел смерти и забирает их ват. Когда умирают праведники, Божьи люди, приходят Божьи ангелы и сопровождают этого человека в Царство Небесное. Это разные вещи. То есть смерть не имеет власти. То, что выглядит как смерть, на самом деле не смерть здесь, на земле. Мы должны это понимать. Я прошу вас подняться у всех. А сейчас мы будем молиться. И приготовьте, пожалуйста, хлеб, приготовьте, пожалуйста, сок. Итак, запомните, что значит тело, не рассуждая о теле. Что нам говорилось в 1 Коринфянам? Что нам говорилось в 11 главе? Тело, тело, тело – это и есть агнец, который мы должны съесть целиком. Не часть Иисуса, а целиком. Знаете, я всем вам рекомендую, никогда не перебирайте. Это я принимаю от Иисуса эти слова, эти не принимаю. Вы должны сесть его целиком. Когда вы съедаете целиком Иисуса, тогда, можете сказать, всем болезням, немощам, проблемам, до свидания. Вы должны сесть целиком, чтобы на вас это действовало. Давайте скажем, целиком, только целиком вы должны и крови Иисуса, она теперь является для нас защитой. И я знаю многих вопросов, на которые они не имеют ответа по сей день. Так все-таки каждый раз, когда мы совершаем хлебопреломнение, мы каждый раз совершаем Пасху? Или мы ее все-таки один раз совершили, точнее Иисус для нас ее совершил, Он для нас ее сделал, и это навсегда, один раз. И больше не нужно уже нам говорить о том, что Иисус, мне нужно еще совершать Пасху. Каждый день ее совершать, или раз в месяц, или раз в году, или почитать еврейскую Пасху, или какую. Многие путаются. Я вам зачитаю одно место из Писания, которое дает ответ на все эти вопросы, которые я только что озвучил. Евреям, 10 глава, 10 стих. Здесь как раз и объясняется евреям, которые приносили жертвы, которые понимали, что они делают и для чего они делают. Здесь как раз и объясняется, что же произошло на самом деле. И если вы это понимаете, вы будете по-другому приступать к причастию. Совсем по-другому. Евреям, 10, 10. По сей, по сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа. Помните, о теле мы говорили? Мы освящены, то есть отделены Богу единократным приношением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить греха. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая, когда все враги будут положены под ноги Его. Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, о чем и свидетельствует нам Дух Святой. 18 стих. А где прощение грехов, там и не нужно приношение за них. Итак, причастие – это не совершение Пасхи каждый раз. Запомните, Пасха уже свершилась. И она действует теперь вечно. Написано «вечно». Я читал вам. Вечно. Она теперь работает. Она действует. Но причастием что происходит? Мы с вами утверждаем, мы провозглашаем, что уже для нас Пасха существилась. И поэтому следующие стихи, я уже не читаю, там 19-й, пусть никто вас не осуждает за исполнение и неисполнение праздников. Вы когда Пасху исполняете, 4 апреля или 2 мая в этом году, наша Пасха свершилась уже. Вас никто не может теперь обвинить, что вы не исполняете. Что-то там. Вы не участвуете. Что вы не участвуете в идаистских каких-то вещах. Наша Пасха свершилась с одинократными приношениями. Она всегда сделала нас совершенными перед Господом. Поэтому, знаете, ваша кровь Иисуса, она на вас. Вам не нужно думать, сегодня ее нет, я сегодня буду ее призывать. Она на вас, эта кровь. Вы помазаны его кровью и защищены. Вот что значит, вы уже имеете ижесвечную. Вот что значит, что вы уже освящены. Так что Пасха наша – это Христос. А вы, согласно Коринфянам, 5 главы, вы бесквасные. Вы опресники. То есть, Он нас очистил. Очистил нас. Сделал нас чистыми. Аллилуйя. И, знаете, вот если вы так будете принимать Пасху, если вы будете понимать, какого вы акса съели, кого вы вкусили и что произошло, то пейте и ешьте свое здоровье, долголетие. То каждый раз, когда сражаете Пасху, не думайте, может быть, а празднуйте эту Пасху, что она свершилась. И никто ее не отменит. Потому что Новый Завет, он действует сейчас между вами и между Богом. Давайте скажем спасибо, Господь, за то, что Твой Завет действует. Вечный Завет. Чудесный Завет. Благодарим Тебя. Слава Тебе. За то, что Ты возлюбил нас. За то, что Ты послал для нас совершенную жертву на эту землю. Мы не могли найти самого лучшего акса, который бы искупил все наши грехи. И нам бы приходилось каждый год приносить эти жертвы, я говорю, за людей. Но Бог послал совершенного акса, который свершил это. И всякий раз, когда вы взираете, как израильтяне взирали на то, что произошло. Они взирали на шест и на змея. А всякий раз, когда мы взираем на Христа, на Его жертву, на Его подвиг. Какие бы ни были укусы змей, какие бы ни были немощи и болезни, израильтяне оставались живы. И мы получаем и исцеление, и долголетие, и не умираем раньше времени. Итак, взирайте на этого акса. Вот что значит эти предписания нам о приношении. Вот что значит эти предписания нам о Пасхе. Предписания о хлебопреломлении. Вот какое тело мы вкусили. Вот что мы должны знать о теле Христа. Аллилуйя. Давайте дим Господу большую славу. У вас руки заняты сейчас. Но в ваших сердцах скажите спасибо, 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 Господь Иисус. Мы благодарим Тебя. И можете принимать. Вот с этим пониманием, с этим откровением. Принимайте. И воспринимайте это, как очередную победу. Всякий раз, когда вы пьете и идите. Вы всякий раз утверждаете, вы провозглашаете, вы говорите болезням, немощем, слабостям. Вы говорите всем этим змеям, которые вокруг вас. Говорите, все, Пасха свершилась. На моих косяках кровь Иисуса Христа. На мне кровь Иисуса Христа. На мне этот знак. Все, смотрите. Я принимаю это причастие. Я свидетельствую. На мне кровь Иисуса. Пасха, это совершенная жертва, давайте скажем, совершенная. Это вечная жертва, давайте скажем, вечная. Так что каждый раз вы не совершаете Пасху, она уже совершена. Вы лишь празднуете ее и принимаете все эти обетования и все эти благословения, которые есть у Пасхи. И помните, последнее, что я скажу в заключении этого собрания, когда Иезекия, они совершили эту Пасху, и даже не совсем правильно, Бог исцелил народ. Поэтому каждый раз, когда вы принимаете, принимайте свое исцеление, принимайте свое чудо, принимайте силу. Спасибо, Господь. Благодарим Тебя за то чудесное, что Ты сделал. Благодарим Тебя. Спасибо Тебя. Аллилуйя. Наши братья и сестры, мы Вас благословляем и размышляйте над тем, что Вы слышали. И знайте, когда Ваша Пасха свершилась, не 2 апреля 2021 года, и не будет еще 2 мая 2021 года. Она будет, когда? Или она была, когда? Она была и навечно сделала Вас святыми, отделенными Богу. Сатана потерял власть. Смерть не имеет над Вами власти. Поэтому противостоите смело. Молитесь смело. Приходите к престолу Господа с дерзновением. Ничего не бойтесь, и пусть никто Вас не обманет. Уже некие проклятия не действуют на Вас, и некие змеи не могут Вас уничтожить во имя Иисуса. Но те, кто верили, когда смотрели на змея, те и оставались живыми. Кто не верили, умирали от змей. Нам нужно верить. Перед тем, как Вы сядете, скажите кому-то, нам нужно верить. Давай будем верить. И давай будем взирать на жертву Иисуса Христа. Аминь. И мы с Вами верим, братья и сестры, наша семья. Благословляем Вас, отпускаем Вас, совершайте причастие, если Вы еще не совершили, и получайте свое чудо. Аминь. Образец такой молитвы Вы найдете на странице, ссылка на которую сейчас находится на экране. Если Вы верующий человек, и в Вашей местности нет подходящей церкви, Вы можете присоединиться к одной из наших онлайн групп и возрастать в Боге вместе с нами. Присоединиться к группе можно пройдя по ссылке, которая на экране. Если Вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, свяжитесь с нами, и мы подыщем для Вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также Вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с Вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это Ваш дом и это Ваша семья. Субтитры создавал DimaTorzok